Всем привет! Наконец-то стало тепло, пришла весна в конце апреля. Замечательно! Но сегодняшнее видео я хотел бы тему посвятить так называемым рейдам. Рейдам сотрудников ДПС совместно обычно с оперативниками ОБЭП. По специальной рейдам, которые проводят для выявления таксистов, не имеющих лицензии. Обычно они стоят на перекрестках, на больших перекрестках стоят и как бы останавливают, проверяют лицензии. Но и также очень часто делают контрольные закупки. То есть сотрудников ОБЭП заказывают машину с одного адреса на другой. На конечном уже, когда пункте, куда вы приезжаете, там стоит обычно газель, полицейская газель. И сотрудники подходят к вам, когда клиент рассчитывается с вами, вы берете деньги в руки и... То есть вы уже никуда не денетесь. То есть если у вас нет лицензии, то вы попались. А так что как бы я бы хотел всех предупредить, что надо быть аккуратнее с теми клиентами, которые начинают распаршивать вас о наличии лицензии. Начинают говорить, что вот так сложно сделать лицензию в такси, что вот... Ну, выводят вас на разговор, чтобы вы сказали, а я вот катаюсь без лицензии. Если вы так скажете, то в принципе уже вы доедете до этого конечного адреса, то есть он вам даст сумму, даже даст с чаевыми. И уже сотрудники ОБЭП просто открывают машину и вам просто начинают крутить руки. Это происходит примерно так. Поэтому будьте осторожны с такими клиентами, которые начинают вас расспрашивать. Потому что вот эти спецрейды, ну, частенько проходят в крупных городах. Я не знаю, как в мелких городах. В мелких городах, наверное, там сразу все знают, что будет такой рейд. Хочу заранее предупредить, что за это административная ответственность. Это часть вторая статьи 14.1 Административного кодекса. Оно как осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии. Вот так она, в принципе, так и называется. За шашки штраф 5000 рублей с помещением автомашины на стоянку, спецстоянку, то бишь на штрафстоянку. И до суда она там находится. То есть она находится около 10 дней. За каждый день надо будет заплатить где-то 500 рублей, плюс еще штрафы. Но все в общей сложности вам обойдется где-то в 10 тысяч рублей. Так что будьте внимательны, ну, внимательны, будьте осторожны, не попадайтесь. А после такого административного наказания еще пару раз вы попадаетесь, и там уже более строгие меры принимают, там вплоть до изъятия автомобиля. Как избежать такого? Ну, еще раз хочу сказать, что такие рейды проходят обычно в дневное время, потому что сотрудникам ДПС, ну, неинтересно вылавливать таксистов. Если таксист сам ему не сказал, да, я таксист без лицензии. А так ему надо делать фотографии, ему надо там вызывать АБЭП. То есть, ну, если уж совсем вы закуситесь с ДПСником, так в таком случае он вам может как бы насолить на это. То есть, а так у них нет интереса. И поэтому такие рейды обычно проходят в ихнее рабочее время. То есть, АБЭП работает, то есть, а сами оперативники-то, может, и круглосуточно работают. Но вот такие вещи, они, в принципе, где-то с 8 утра у них рабочий день начинается, где-то до 5, до 6 вот такие рейды могут быть. В ночное время обычно таких рейдов не бывает. Но в любом случае сотруднику ДПС, если у вас нет лицензии, иногда они спрашивают, что, так в такси катаешься? Надо говорить, что нет, не катаюсь. И когда, если вы едете с клиентом, тоже заранее, когда вас остановили, просто скажите, вот, пожалуйста, там, ну, скажите, что вы мои родственники, там, вот, мои друзья, или там, друзья сына, там, друзья мамы. Ну, что-то такое. То есть, как бы, обычно клиенты идут навстречу. Ну, бывают, конечно, и вредные клиенты, которые начинают... Вы что, нас останавливаете, я тороплюсь там в гости, отпустите нас. Я такси не для этого звал, тогда, конечно, полный попандос. Тогда полный попандос, сам инспектор начинает раздражаться, и, то есть, ну, ничего хорошего, к ничему хорошему это не приведет. То есть, как избежать конкретного таких ситуаций? Я для этого сниму отдельное видео, расскажу, как надо разговаривать с инспектором, как вести себя с клиентами для того, чтобы не было вот этой, ну, такой неприятной ситуации. Всего хорошего, подписывайтесь, жду ваших комментариев, жду ваших каких-то советов. Будем общаться, пишите комментарии, буду всем отвечать. Жду лайков, дизлайки, можете ставить дизлайки. Пишите, все, подписывайтесь. Мне очень нужны подписки. До свидания. Хорошего дня, хороших клиентов. Жду ваших отзывов.